В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, городские события. Петр, привет! Здравствуй, Лида! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, надо преломлять эту историю на Саров, потому что мы оперируем цифрами в этой истории. А какие цифры в Сарове? Да, то есть если мы говорим про явку, это 56% в области, 46,5% в Сарове. В принципе, неплохо себя Саров показал. Ну, в целом, это нормальные для Сарова цифры по явке, да, учитывая некую мобилизацию электората с точки зрения, да, традиционную, там, в дни голосования. Но и в том числе, вот, 46% это практически тот же показатель, что был 5 лет назад, да, но тогда процент был хуже гораздо. Если сейчас мы говорим, что Глеб Сергеевич набрал 82% там с долями по области, то в Сарове там 81% и более 81%. То есть, в принципе, результат коррелирует с результатом по области, и это понятно, да, что достаточно высокая поддержка для действующего главы. Потому что Глеб Сергеевич себя показал за эти 5 лет, действительно, отлично показал себя. Ну, это вот неоспоримо, это неоспоримо. То есть, действительно, тот старт, уровень компетенции, уровень воздействия на окружающую среду в Нижнем Новгороде особенно, да, там пришлось... Ну, и не только в Нижнем Новгороде, возьмем этот же ближайший к нам. Я, подожди, я сначала хотел про Нижний Новгород сказать, потому что, на самом деле, он мне очень близок, это с какой-то точки зрения родной мне город тоже, вот, несмотря на то, что там родился и живу здесь. Я 5 лет там прожил, и потом еще вот второе высшее образование там получал, и для меня, ну, важно, как выглядит наша столица нашей области, да, региональный центр. И я хочу сказать, что тот прогресс, который там случился, да, это, понятно, и команда мэра Нижнего, да, и районная администрация, но, в первую очередь, я считаю, что это заслуга Глеба Сергеевича Никитина о том, как преобразился Нижний Новгород. То есть это просто небо и земля. Я вам, вот, просто мое личное мнение, город поменялся там, ну, просто в самую лучшую сторону. На 180 градусов. На 180, да, то есть, вот, знаете, фильм «Жмурки» есть, снимавшийся в Нижнем Новгороде. Вот еще лет 7 назад он был похож на «Жмурки». Да, то есть, вот, я жил в это время, да, когда снимали этот фильм «Жмурки». Вот он для меня таким и был всегда, и был достаточно сильно ненавистен, потому что вот эта грязь, разруха. А сейчас, действительно, это город, в который хочется приезжать, хочется отдыхать, хочется там находиться, посещать те общественные пространства, которые там создаются, да. А их, кстати, очень много. Да, и это не знаешь, что вот... Очень много мест отдыха, где можно просто погулять и отдохнуть. Вот, хотя бы даже взять синий забор на Нижневолжской набережной, который там столетия, мне кажется, стоял, вот, и решить проблему с нормальной набережной, да, вдоль всего там от Гребного канала до Канавинского моста, то есть, это прям, ну, великое дело, с моей точки зрения. Кстати, я хочу отметить, что город Нижний, он изменился не только внешне, но и внутренне. Очень показателен уровень сервиса, уровень обслуживания, да, в заведениях, потому что, если еще недавно такой заботы о гостях не чувствовалось, да, в каких-то кафе, ресторанах, потому что, ну, один ушел, другой придет. То сейчас с увеличением, в том числе, турпотоков города, действительно, в Нижний поехали люди не только из региона, но и со всей страны, то и уровень сервиса растет, отношение людей к гостям растет, отношение людей к туристам растет. И даже, знаешь, может быть, от того, что мне так нравится Нижний в последнее время, мне кажется, что и больше улыбчивых людей на улицах стало. То есть, он меняется не только внешне, но и внутри преображается, и в этом тоже, я уверена, заслуга нашего губернатора. Ну, вот в этом ключ как раз к успеху, наверное, что это не просто провинциальная промышленная столица страны, и действительно, там, в свое время город Горький был, там, по сути, полузакрытым городом, да, с огромным количеством промышленных предприятий, которые и остались. Ну, про промзоны и вот этот вот железнодорожный узел, который связывает... Да, да. То сейчас, действительно, Нижний больше становится таким видовым, да, туристическим центром с прекрасными видами, с прекрасным общественным пространством, с прекрасным сервисом. И действительно, есть что показать, потому что история, ну, огромная. 800 лет городу, который... 802. Ну, теперь уже, да, 800, ну, я имею в виду, что больше 800 лет уже городу, и действительно, много исторического потенциала и туристического потенциала у этого города, и его надо просто было, ну, взять и развивать. И, между прочим, развитие туристического потенциала один из ключевых векторов стратегии развития региона до 2035 года. Действительно так. И причем не только Нижнего Новгорода, а всего региона. Ну, вот я как раз хотел к этому перейти, вот, как традиционно, да, начинаем спускаться южнее к нам, да, то есть это Арзамас. Это дороги. И образился тоже Арзамас. Да, ну, понятно. Там, действительно, паломничек, туристический кластер, там, творит чудеса в Арзамасе. И к нам это тоже придет, потому что это... До Дивеева тоже дошло. Да, то есть Дивеева, опять же, да, как сильно поменялось Дивеева за 5 лет. Вот это как раз краеугольные камни туристического кластера Арзамас, Дивеева, ну, и Саров. Вот. А вот в Саровом, да, тут вот у нас все-таки статус закрытого города нам несколько и помогает, и в чем-то с точки зрения туризма сильно мешает. Потому что, ну, понятно, рядовой турист сюда не приедет. Ну, то есть ни при каких обстоятельствах, хотя, может быть, когда-нибудь, там, какие-то придумают механизмы, как сюда можно организованные группы, да, принимать. То есть можно это, нельзя, как это будет реализовано, да, под каким контролем надзором, и вообще, как это поменяет экономику города, по большому счету. Вот. То есть потому что, ну, можно рассуждать на тему, там, вот, там, крайней точки, да, полностью снятие всех запретов на въезд и на выезд. Ну, это чересчур какой-то. Ну, это да, но наши обыватели, да, действительно к такому даже мнимому эксперименту не готовы, да. Даже я приезжая к этому уже не готова. Вот видишь, даже уже дискуссия, она такая, уже сомнительна, что она вообще должна быть дискуссией на эту тему. Ну, я думаю, что организация каких-то групп сюда с экскурсиями, они, ну, вполне возможны, потому что очень много людей, им действительно интересно, что же это за Саров такой. Причем, как с научной точки зрения, да, посмотреть музей ядерного оружия, наш прекрасный музей, там есть что посмотреть. И там, по-моему, уже засекреченных экспонатов не осталось. Нет, нет, там, конечно, уже нет. И с точки зрения религиозного туризма он тоже интересен. Да и просто красивый город, он такой красивый, аутентичный, по которому приятно просто гулять и смотреть по сторонам. Я очень люблю. Да, по субботам никого не встретишь на улице. Да, пустынные улицы Сарова привлекают. Вот, ну, нет, замечательный город, я не спорю, вот, но, конечно, здесь все-таки больше имеет силу власть Росатома, вот, и действительно, так как город, территория присутствия госкорпорации Росатома, поэтому, конечно, здесь больше такого вот сплава и региональной власти, и федеральной корпорации государственной, которые тоже, как бы, имеют свои интересы в развитии этой территории, в том числе ее привлекательности, да, потому что все-таки здесь люди живут и работают. Да, да, с определенной целью. И как у нас заявляют и там директор ядерного центра Валентин Ефимович Костюков и глава города, что мы город с особым статусом, особым назначением. У нас есть там особая миссия, да, города. Продолжая тему туризма, мне кажется, это новые перспективы, новые горизонты, в том числе и для Сарова, если сюда поедут туристы, пусть даже организованными группами, это то же самое развитие, которое Арзамас, Дивеева, это развитие внутреннего сервиса, да, то, что будет касаться и горожан, и горожане увидят другой уровень культуры обслуживания. Слушай, вот именно вот в этой ситуации, да, именно в этой ситуации дискуссия, она и должна идти в этом ключе, да, что когда сюда приезжают люди, которые понимают, что такое сервис, да, понимают качество сервиса требовательное, да, и появляются, с одной стороны, клиентская база, они привозят сюда деньги, то есть это и на гостиницу, на проживание, да, и это и на общепит, и на транспорт, и на все что угодно. То есть развитие экономики будет действительно иметь, да, с возможности приезжать сюда туристов, иметь действительно возможность развития, вот, но это и плюс для нас, обычных жителей города, потому что и сервис должен подтягиваться под те стандарты, то качество, которое предоставляется там в том же нижнем, да, о том, о чем ты говоришь, что там, и тот же общепит должен начать повышать план отношения к своим клиентам, да, не как, у нас говорят, бизнес посаровский. То есть на самом деле выиграют все в этой ситуации. Вот с моей точки зрения, развитие экономики города, в том числе за счет туризма, это победа всех. Как далеко мы с тобой ушли от выборов губернатора. Да, но вот действительно его программа, она как-то вселяет какую-то уверенность в будущее, да, и то, что его программа, она действительно соответствует современному мировосприятию, современному развитию территорий. Ну и надо отметить, что, да, такой высокий результат, в том числе, там, благодаря нашим политическим администраторам, там, ну, например, председателю городской думы Антона Сергеевича Ульянова. То есть я знаю, что у него большое участие он принимал именно вот в организации, встреч с избирателями организации, там, самого избирательного процесса. То есть я считаю, что это большая работа была проделана. Продолжим мы с тобой тему развития туристического кластера, в ключе приезда, визита нашего президента Владимира Владимировича Путина в Саров. Он был с рабочей поездкой вообще во всем регионе, как ты знаешь, он в Разомасе открывал трассу М-12, которую, кстати, сдали на год раньше, умеют в России строить, да, быстро и качественно. Ну, это... Потом он посетил Дивеева и завершился его рабочий визит у нас здесь в Сарове. Он встречался с молодыми учеными и, среди прочего, на этой встрече поднималась тема регулярного авиасообщения между Саровом и Москвой. И мне кажется, вот как раз развитие этого направления, это тоже большой вклад в какую-то туристическую привлекательность Сарова, в инвестиционную привлекательность Сарова, и в том числе привлекательность Сарова для жизни здесь молодых специалистов, потому что, ну, сегодня логистика оставляет желать лучшего, чтобы добраться до Сарова, но это определенный квест. Изначально, да, это правильно, это была такая задумка, но сейчас, когда молодые специалисты выбирают город для жизни, они думают, как я буду сюда добираться, как я буду отсюда выбираться, это, ну, такой тоже вопрос. Первое, на что хотел бы обратить внимание в связи с визитом Владимира Владимировича Путина к нам в город и вообще в регион, это то, что он приезжал в дни голосования. То есть это было в пятницу, да, и шло уже голосование на выборы губернатора и встречался с губернатором. А, Глеб Сергеевич сопровождал его во все поездки. Да, и это надо отметить, конечно, высокий символизм, да, доверие, уровень поддержки со стороны нашего верховного главнокомандующего, да, к действующему губернатору, находящемуся в избирательном процессе. Конечно, это тоже добавило определенный вес Глеба Сергеевича, прям серьезное подспорье. Ну, а с точки зрения М-12 начала, да, то, что умеют строить, действительно, ну, во-первых, это была федеральная стройка, и там не жалели ни средств, ни сил, да, на это строительство. Ну, при этом на открытии отметили, что это первое в истории страны вот такой случай, когда от поручения президента до ввода в эксплуатацию прошло три года. То есть от идеи до проектировки, до строительства 415 километров, три года от идеи до реализации, это рекордный срок. И даже в мировых масштабах об этом тоже звучало на открытии. Это, я считаю, что это прекрасно. Во-первых, у нас появилась возможность быстрее ездить в Москву, даже у нас, да, несмотря на то, что она за массовым эта трасса. Да, во-вторых, в Казань, потому что, на самом деле, в Москву-то вроде бы как не было никогда проблем доехать, да, понятно, там, где-то проселками, Навашино, там, Муром и так далее. Но в сторону Казани еще хуже. Три и половины часа против семи. Да, но в сторону Казани еще хуже, понимаешь, то есть, а в этой ситуации, если они дойдут до Казани, это будет вообще супер, потому что... В смысле, если они в декабре планируют сдать трассу эксплуатации. А, уже в декабре? В декабре этого года, да. Я просто вообще упустил этот момент. То есть, если это в декабре сдается, да, то получается, что у нас из Сарова до Казани вообще, то есть, тут 40 минут... На выходные можно гонять, как в Нижнем. Да, 40 минут до Арзамаса, до этого, вот, въезда на Платник, да, и дальше по платной дороге те же, там, 3-4 часа в сторону Казани. Ну, а до Москвы, да, единственное, что, конечно, это платная дорога, и цена, там, такая, достаточно... Около 3 тысячи. Около, да, 2 тысячи 800, чуть больше, но надо понимать, что, во-первых, всегда есть варианты объезда, и я не вижу в этом проблем. Во-вторых, ну, если ты хочешь сократить время и не, там, стоять где-то в пробках в подъезде к Москве, да, к Москве, а приехать, там, на какую-то трассу, на тот же МКАД, да, за 4 часа, то почему нет? Время, деньги. Время, деньги, тот самый случай, действительно. Вот, ну, я, конечно, попробую проехаться. Вот, в моду школьные каникулы, мы поймем в Москву, я обязательно... Здорово, потом расскажешь, какого. Замечательно испытаю эту трассу. А что касается авиасообщения, на самом деле, да, с одной стороны, наш аэродром ведомственный и, ну, используется в целях ядерного центра, и принадлежит ядерному центру. С другой стороны, как мы, вот, поняли с визитом Владимира Владимировича, на него спокойно садится и взлетает Ил-76. Это, наверное, самый большой транспортный самолет, который вот так вот регулярно у нас эксплуатируется. То есть, соответственно, туда могут сесть вообще, в принципе, любой самолет, там, любой пассажирский лайнер, да. С точки зрения его приспособленности для пассажирского сообщения, ну, практически 100%, да, ну, там, за исключением моментов, когда там какие-то спецборта, условно говоря, находятся там или используют для каких-то своих целей ведомственных, опять же. Вот. Все остальное время он даже для малой авиации подходит. То есть, там, начиная от четырехместных самолетиков, да, частных, там, заканчивая, действительно, там, лайнерами, там, всякими, там, Боингами, Аэрбасами среднемагистральными. Это те же суперджеты. Поэтому, действительно, потенциал с точки зрения развития авиасообщения есть. И это было в свое время у нас. То есть, я помню, в общем, мои родители летали в командировку из Сарова в Москву. То есть, это было, ну, не так давно, ну, там, лет 25 назад. Регулярными рейсами? Регулярными рейсами. И поэтому... То есть, возможность есть. Возможность есть, и она всегда была даже при старом аэродроме, аэропорте. Поэтому сейчас, действительно, это вопрос экономики и экономической целесообразности. Вот на встрече с губернатором еще в сентябре, по-моему, он приезжал, когда в театре была встреча, и, действительно, задавался вопрос, в том числе, про авиасообщение. И Валентин Ефимович сказал, что один такой рейс стоит 800 тысяч рублей. То есть, как бы, уже считали экономику. Если есть такая цифра, значит, уже проект этот просчитывали. И вопрос в том, что вот этот рейс, это, ну, туда-обратно, условно говоря, то есть, вот, загонять самолет с экипажем в Саров и обратно в Москву, стоит 800 тысяч. Вопрос цены билета. То есть, если мы говорим о том, что для местных этот билет будет субсидироваться, да, там, например, за счет областного бюджета, то есть, как региональный рейс, то тогда, да, может быть, какая-то экономика для жителей будет. Ну, там, допустим, за 10 тысяч. Долететь до Москвы. Но зато ты не едешь ночь в поезде, а при этом, ну, за 2 часа, то есть, ты сел на самолет, но через 2 часа ты в Москве садишься на какую-нибудь там метро или электричку и приезжаешь в центр. То есть, 3-3,5 часа ты в центре Москвы. Это замечательно. С другой стороны, вот, опять же, Глеб Сергеевич сказал, давайте подумаем на тему туризма. Давайте часть этих затрат переложим на туристический поток, то есть, чтобы люди из Москвы могли прилететь сюда и поучаствовать в каких-то туристических активностях, да, там, посетить, там, я не знаю, там, просто экскурсию провести, да, но опять же... Возвращаемся к началу нашего сегодняшнего разговора, да, развития туризма. Развитие туризма, то есть, да, для саровчан, может быть, рейсы субсидироваться, да, для тех, кто живет в городе, для них будет субсидия. Для тех, кто туристы, пожалуйста, за полную стоимость полет. Пускай он не будет ежедневным, да, пускай он будет, там, раз в неделю, там, или 2 раза в неделю. Но все равно, я считаю, что это увеличит, ну, в разы связанность нашего города с, ну, как минимум с Москвой, если мы говорим про Москву, да, а если еще разрешат летать чартеры, чартеры, то, поверь мне, в направлении Сочи и, ну, вот сейчас, правда, аэропорт Геленджика закрыт, и Анапа, да, но, тем не менее, когда-нибудь они откроются, но, вот я говорю, чартеры в сторону юга. Мне кажется, они откроются раньше, чем тут чартеры появятся. Да, поэтому они будут битком, вот я уверен. Так как начался учебный год, не можем поговорить о многострадальных 11-х школах, которые ни та, ни другая. Да не только их. Вовремя не открылись. Центр образования еще. Центр образования еще, это моя отдельная боль. Вот. И если 11-я старая школа в каком-то более или менее ограниченном режиме на второй неделе учебного года начала функционировать, то что там с новым зданием на Зорге, непонятно. Звучат абсолютно разные сроки. Глава города говорит, что до конца года сдадут в эксплуатацию объект. Некоторые из родителей, и это неофициальные данные, они говорят о том, что не раньше января начнется там какое-то движение, близкое к учебному процессу. Ну смотри, у нас каникулы, получается, в январе, да? То есть вот они должны до начала каникул, после второй четверти завершить работы, да, в течение каникул, в январских праздников сделать какие-то приготовления. Помимо того, что школа недостроена, там дорога недостроена, там котлован вокруг школы, если дорога, и там, по моим ощущениям, я живу в том районе, там ничего не происходит. Очевидно, старую школу, 11-ю, на Павлика Морозова, действительно гнали, и гнали очень сильно с точки зрения двух аспектов. Первый, конечно, образовательный, да, потому что ситуации там с начальной школой, да вообще со школой в том районе более напряженной, чем, например, там с центром образования, опять же. Но второй фактор, второй, это избирательный процесс. В школе номер 11 находятся два избирательных участка старой, и их просто некуда физически было переселить. Вот, и если из центра образования два избирательных участка, в том числе и мой, их раскидали по 10-й и 7-й школе, благо есть рядом, да, другие образовательные учреждения, которые, ну, достаточно близки к избирательным участкам, к округам, да, то вот оттуда переселить было практически некуда. Поэтому действительно гнали под выборы, то есть, чтобы обеспечить избирательный процесс. Ну, я думаю, что там уровень напряженности у родителей, учеников. Да, и плюс, да, большое, большое внимание, большая активность родительского комитета, действительно, там постоянный контроль со стороны родителей за процессом строительным, и экскурсии, я так понимаю, им там все-таки в частном порядке проводят, да, по стройкам, чтобы они своими глазами могли оценить строительство процесса. Ну, вот сейчас, да, сейчас на второй неделе, получается, пошли уже дети, первый-второй класс пошли в старые здания школы, но, я так понимаю, оно все еще не до конца готово, потому что завтраки обеспечиваются в первом интернате. Это странное решение, но тем не менее. У нас съемочная группа была в понедельник, когда-то начался учебный процесс, но, по большому счету, там во дворе стройка. То есть, там строители, они пилят, болгарка и что-то. Проблема не то, что во дворе, а то, что внутри. Ну, внутри, нас внутрь не пустили, есть только, опять-таки, неофициальные данные о том, что, да, там тоже какие-то работы продолжаются, но то, что видел наш журналист и наш оператор, стройка во дворе продолжается. А все-таки, на мой взгляд, учебному процессу на стройке не место. Это опасно, как минимум. Да, но... Да, но. Да, но, как обычно. Вот, поэтому вот это но, оно перевесило в данной ситуации. А то, что касается новой школы, ну, мы уже на комитетах об этом говорили, и действительно, там, в весенний еще период было это обсуждение, что 1 сентября уже не срок, то есть, уже точно не успевают, хотя 30 июля был срок. И сейчас звучит дата 30 октября. Действительно, это повод сейчас и со стороны депутатов продолжать контроль, да, продолжать... ближе к степени готовности, да, какой-то, потому что, ну, мы же помним, да, мы там были уже несколько раз, в каком состоянии, да, там, пребывали те или иные помещения. Сейчас действительно, ну, важно посмотреть, как, насколько сильно продвинулись, да. И, на самом деле, действительно, важно отметить то, что два больших социальных объекта, я опять про центр образования, да, скажу, потому что... Которые, кстати, должны были сдать еще в прошлом году. Нет, нет, его также, как и старую 11-ю школу, должны были сдать к 1 сентября этого года. Вот, и тут меньше проблем, потому что дети раскиданы также по трем зданиям образовательных учреждений. Это вот детский сад на Куйбышево, 7-я и 10-я школа. Но, тем не менее, мы вот остались без линейки, например, 2-й класс. То есть, для нас линейки не было во 2-м классе. Поэтому тоже накладывает свои ограничения, и с точки зрения образовательного процесса хотелось бы уже вернуться там в свои классы, в свое здание школы. А я, кстати, в пику вот этим объектам, которые задерживаются по срокам, хочу сказать про стадион 12-й школы, который был сдан вовремя. И это действительно какое-то событие, когда какой-то объект строится и сдается вовремя, это, ого, какое событие. И мы тоже были на этом объекте и общались с депутатом Дмитрием Авдеевым, который курирует это строительство. И я задала ему простой вопрос. Дмитрий, а расскажите, как так? Вот в чем секрет того, чтобы стройку сдать вовремя? Почему не получается? И он сказал одну очень мудрую, на мой взгляд, мысль о том, что кураторы должны следить за подрядчиком, держать с ним прямую связь на каждом этапе. Мой вопрос, почему нельзя подобный контроль внедрить на каждой стройке, чтобы действительно проблемы подрядчика, они не копились как снежный ком и не вытекали в эти просто какие-то глобальные срывы сроков. Вопрос риторический. Ответа на него у нас нет. Нет. То есть кто-то должен взять и делать это, понимаешь? Ну, с моей точки зрения, не Дмитрий Вячеславович, а тот и за это зарплату получает. На этом все, Петр, спасибо за эту беседу, как всегда, было очень интересно. Ну, а с вами увидимся на канале 16. Пока-пока. До свидания.